Расстояние на автомобиле от Москвы до Казани сократилось. То есть она будет скоростная дорога, там будет скоростной режим выше, чем на обычных магистрали. И, следовательно, если я не ошибаюсь, планируется сократить около 6-7 часов будет. То есть сейчас это порядка 10-11 часов езды, а время сократится. В России же это не первая платная трасса, то есть есть трассы уже платные. В общем-то, они пользуются популярностью и действительно на них, по ним, из точки А до точки Б добираться намного быстрее. М-12 не первая платная дорога в России. Первой стала М-4 Дон, проезд по которой с 22 апреля 1999 года распоряжением правительства Российской Федерации стал предоставляться за определенную плату. Как говорят сами водители, это гораздо удобнее и быстрее, чем ехать по бесплатной дороге и тратить драгоценное время. В современном мире это довольно частая практика. Платить за различные услуги для своего удобства и экономии времени. Только вот повсеместным такое мышление богатых стало относительно недавно. Когда и почему люди приняли эту практику во внимание. Необходимо признать, что в эпоху постмодернизма, в эпоху быстрого интернета нужны и быстрые дороги. То есть необходимо порой решать задачи намного быстрее, чем это было раньше. И люди инвестируются в эту быстроту, в эту оперативность. Поэтому трасса М12, конечно же, в первую очередь будет решать проблему многих предпринимателей, многих людей, которые закачают свои расходы. Вот эти инвестиции на вот эти поездки по трассе М12 в столицу. Это понятно, что окупится. И понятно, что есть и патриотизм определенный. У нас должна развиваться экономика. И мы должны вкладывать свои финансовые средства в развитие нашей экономики. И это будет также способствовать развитию экономики. Платная автомагистраль М12 – это огромный проект, на реализацию которого было потрачено 900 миллиардов рублей, из которых 168 миллиардов рублей израсходовали на восьмой. Татарстанский этап. Время в пути между Казанью и Москвой должно сократиться в два раза уже в первый год эксплуатации. Также, по задумке авторов, создадут 60 эко-переходов, а вырубка леса около дороги будет сведена к минимуму. Дорогу планируют сдать 20 декабря 2023 года, а уже в 2024 году по ней поедут первые автомобилисты. Николай Суховский, Универньюс.